Иверская икона Божьей Матери Храм Воскресения Христова в Сокольниках Сюда в послереволюционные времена свозили святыни со всей Москвы. С тех пор находится здесь и чудотворная Иверская икона Божьей Матери из часовни у Воскресенских ворот на Красной площади, называемая еще в народе «Вратарница». В один из праздничных дней при съемке службы в храме журналисты решили запечатлеть и чудотворный образ. Лик Богородицы на иконе был едва различим, потемнел от времени. Но стоило чуть подсветить его, и образ просветлел, стали видны мельчайшие детали. История иконы Иверской Божьей Матери уходит вглубь веков. В девятом столетии, во времена иконоборчества, недалеко от города Никеи в Византии, благочестивая женщина хранила у себя образ Пречистой Богородицы. Защищая икону, христианка не желала отдавать ее воинам, и тогда, в гневе, один из них ударил копьем в Святой Лик. Из него тотчас потекла кровь. Хозяйке удалось уговорить пораженных этим чудом солдат оставить образ в доме до утра. Ночью она опустила икону в море. По преданию, через два века монахи Иверской обители на Афоне увидели в море огненный столб, поднимавшийся к небу. Подплыв ближе, иноки увидели икону Богородицы. Старец Габриил, отличавшийся подвижнической жизнью, пройдя по воде, как по суше, взял святыню и принес ее в Иверский монастырь. По месту своего пребывания на Афоне икона и стала называться Иверской. Образ установили в соборном храме монастыря, но наутро обнаружили икону над монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз. На месте, которое определила сама Богородица, воздвигли часовню, а икону стали называть протарницей. Множество чудес связано с этим образом Царицы Небесной. Одно из самых известных произошло в средние века, когда Персидский флот осадил Иверский монастырь. Иноки перед чудотворной иконой слезно просили помощи у Пресвятой Богородицы. Внезапно на море поднялась страшная буря, и все вражеские корабли, с находящимися на них воинами, пошли ко дну. Спасся предводитель Персона, Амира. Раскаившись, он просил молитв иноков и пожертвовал много золота на строительство новых стен обители. До наших дней списки с этой иконы-хранительницы, особым образом написанные и освященные, являют чудеса. В 80-х годах 20 века один из списков иконы был передан афонским монахам Испанцу Иосифу Муньосу Кортесу. Ему суждено было стать хранителем чудотворной мироточивой иверской иконы Божьей Матери, называемой теперь Монреальской. Истечение мира, исходящее от иконы, прекращалось лишь в Страстную Седмицу, а на Пасху Господню возобновлялось и продолжалось весь год. После загадочной смерти ее хранителя икона эта бесследно исчезла. На Руси первый список иконы появился в 17 веке, когда архимандрит Новоспасского монастыря в Москве, будущий патриарх Никон, попросил прислать ему точную копию образа Пречистой Богородицы. Монахи иверской афонской обители с особым тщанием исполнили просьбу Никона. Чтобы новый список ничем не отличался от оригинала, насельники, окропив подлинник святой водой, ей уже окропили кипарисовую доску, подготовленную под новую икону. Отслужив божественную литургию, собранную вновь в воду, передали иконописцу, чтобы тот, смешав ее с красками, написал образ Богородицы. Этот список хранился в царской семье. С него сделали новый, предназначенный для часовни у Воскресенских ворот в Москве. Но в народе бытовало мнение, что икона в часовне есть та самая икона, которую Сафона прислали архимандриту Никону. Иверская икона лишь однажды покинула Москву. В сентябре 1812 года, перед вступлением Наполеона в Москву, преосвященный Августин вывез икону во Владимир. Но уже через два месяца вратарница вернулась на свое место. И с тех пор ежегодно в память об изгнании французов образ Пречистой Богородицы с крестным ходом обносили вокруг кремлевских стен. Приезжавшие в те времена в Москву, первым делом шли поклониться вратарница, защитница престольного града и всех истинно верующих и жаждущих помощи Пресвятой Богородице. Шли купцы перед заключением торговых сделок, студенты в надежде получить помощь Пречистой в учебе. Шли и католики, и литеране. Настолько был притягателен образ Пресвятой Богородицы и сильно желание получить через нее благодать Божию. Императорские особы, приезжающие в Москву, также шли поклониться московской иверской вратарнице. Много чудес и знамений совершалось через нее. Была даже заведена книга, в которую вносились наиболее явные и значимые. Часовня никогда не запиралась. Москвичи глубокой ночью приходили к святыне. Один лютеранин потерял слух. Отчаявшись, бросился со слезами к иконе Пресвятой Богородицы. Приложившись, стал просить о помощи. И вновь начал слышать. Царица Небесная взирает на всех молящихся и каждому помогает по вере его. Тяжелые времена переживали святыни после революции. Участь эта не миновала и чудотворный образ Богородицы Иверской. Бесследно исчезло драгоценное убранство часовни, пожертвованное народом. Разрушили и саму часовню. А Иверская икона чудом уцелела. Ее перенесли в храм Воскресения Христова в Сокольниково. В начале 90-х годов 20-го века при входе на Красную площадь по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II была воссоздана Иверская часовня у вновь отстроенных Воскресенских ворот. В ней хранится список чудотворного образа, который 25 октября 1995 года в канун праздника Иверской иконы Божьей Матери был доставлен в Москву со святой горы Афон. И теперь ежедневно перед иконой читается Акафист Божьей Матери. Паломники по-прежнему приходят к чудотворной вратарнице. Как и много лет назад, с верой просят помощи у матушки-заступницы. А цветы иконы Твоей я, о Владычица Богородице, исцеление и цельбы подаются обильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok